Приветствую вас. Давайте немножечко подумаем с вами о том, что означает ваш вопрос. То есть о чем он говорит, ваш вопрос. Вы говорите, как мне забыть девушку, которой у меня есть симпатия. Получается, что симпатия к этой девушке у вас вызывает какие-то неприятные чувства, неприятные ощущения. Уникает вопрос, может ли быть неприятным чувство по умолчанию к любимому человеку? Ну или чувство по умолчанию к человеку, который нравится, вызывает симпатию и так далее. Ну, видимо нет, потому что обычно, когда люди любят, если они любят искренне, по-настоящему, то они счастливы, когда счастлив их объект любви. Соответственно, вы, получается, не счастливы тем, что испытываете симпатию к девушке. Причем, что при том, что вы не говорите даже о любви, как таково, о любви как таково речь не идет. Речь идет о симпатии именно, а симпатия – это априори не такое сильное чувство, которое могло бы повергнуть вас в сильные страдания. Значит, либо вы девушку все-таки любите, то есть у вас есть более сильные чувства, чем симпатия, либо вы более заинтересованы в том, чтобы быть с ней и более заинтересованы потому, что для вас это возможность реализовать свои какие-то желания, свои какие-то стремления, свои мотивы и так далее. То есть для вас, девушка, получается так, что значимо больше, чем, ну вот, это допустимо при прочих равных условиях. То есть, смотрите, если вы девушку любите, то для вас самое главное, чтобы она была счастлива. Если она счастлива, а она счастлива, ну, просто потому, что вы не отвечаете за ее преживание, за ее спадания, да? Если она счастлива, то счастливы и вы, и все. И забывать тогда ничего не надо. В этом нет, просто необходимости какой-то. Но в вашем случае вы не счастливы тем, что девушке хорошо, например. Нет. Ну, допустим, без вас. Вас это эмоционально задевает. Вас с этим эмоционально напрягает. И вот вся тонкость в том, чтобы увидеть, в чем эмоциональное значение для вас, этой девушки. В чем вред заключается вам, по вашему мнению? Понимаете? Вот. И, как думается мне, речь можно вести о некой личностной, может быть, незрелости с вашей стороны. То есть, я хочу сказать, что ваш вопрос, когда вот, как вы его задаете, да, что, как мне забыть девушку, он довольно инфантильный. Инфантильный. Детский. Потому что вы хотите забыть, чтобы не страдать. То есть, из глаз долой, из сердца вон. Так это работает. Но, на самом деле, для этой девушки будут другие. После этой девушки будут другие. Другие девушки. С которыми вы также должны будете выстраивать какие-то отношения. И если вы для себя не определите причину, по которой вы сейчас так сильно переживаете, что ваши отношения с девушками вообще могут оказаться под угрозой. Если вы через нее, через девушку, любую девушку, не только эту, будете пытаться реализовать какие-то свои желания и стремления. Ибо человек вам ничего не должен. А все, что вы делаете, вы делаете для него. Если вы чувствуете, что не можете так, если вы чувствуете, что чего-то хотите, значит, нужно остановиться, подумать немножечко, подумать о том, чего вы хотите. Это реализовать все настоятельно. Настоятельно. Без, там, участия девушки. И после этого уже уступать с ней в одно отношение. Иначе вы будете зависимы. Зависимы от нее. Сейчас вы обратились к нам с вопросом, как забыть. Потом вы можете с таким вопросом не обратиться уже. Вы можете поступить иначе. Вы можете начать пытаться, например, добиться девушку. Вы можете начать пытаться стремиться к ней. Что движет вами сейчас? Какое чувство движет вами сейчас? Почему хотите забыть? Ведь забыть не забыть, а хотят обычно плохое, да? Так, соответственно, чего плохого-то девушка сделала вам, что вы ее забыть хотите? И почему вы считаете это плохим? Понятно? Вот именно о таких моментах, именно в таком ключе, вам и нужно подумать. Размыслить для того, чтобы лучше понимать, с чем вы имеете дело. Для того, чтобы лучше понимать, как поступать дальше, как действовать дальше. Помимо этого, я полагаю, справедливо будет, если вы проанализируете предпосылки, которые привели вас к этой ситуации. Подумайте, что произошло или происходило, что вы оказались в этой неприятной для себя ситуации, что подвигло вас. Ведь, я думаю, вы не будете спорить с тем, что в какой-то момент вы потеряли контроль. Вот именно об этом, обо всем и нужно подумать. Вот. Ну а что касается забыть, то это гипноз. Гипноз. Все, что вам нужно, это найти гипнотизера, если вы забыть хотите. Но понимаете, гипноз убирает воспоминания из сознания, но не убирает из-под сознания. И поэтому те чувства, которые вы испытываете, вы будете испытывать забыть по-прежнему, только на этот раз уже не будете понимать, из-за чего они, с чем связаны и так далее. Хотите вы этого или нет, обещать вам. Вот. На этом, в принципе, я думаю, можно закончить мой ответ. Надеюсь, что он вам помог. Надеюсь, что был полезен вам. А если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.